С сайта Аниматрон нельзя скопировать чужое видео, но можно проделать такую операцию. Чтобы зайти в проект, мы должны нажать не на поле, которое надо просто включить маленькое окошко проигрывателя, а нажать на заголовок этого проекта, тогда мы входим в редактор. Нет, еще не входим в редактор, мы входим в большое окно проигрывателя. И можем здесь сразу поделиться этим видео, либо через Google+, либо через Twitter, Facebook. Но нажав на карандаш, мы войдем в редактор чужого проекта. Откроется чужой проект в редакторе Аниматрон. Эдитер здесь написан сверху, Аниматрон. Для того, чтобы можно было что-то нам с этим проектом делать, если это видео публичное, автор нам предоставил такую возможность. Это может быть личное, которое, собственно говоря, оно не редактируется, оно только read-only. Чтобы можно было его редактировать, мы войдем в меню, нажав на символ Аниматроны, и в проекте сделаем дубликат проекта. Теперь мы можем этот проект, например... Ну, можно теперь с ним делать что угодно. Можно редактировать, можно менять данные, можно снять код HTML5 для вставки в блок. Давайте попробуем это сделать. Выделяем код. Ctrl-C. И попробую я вставить в свой блок. Для этого я создам новое сообщение. Перейду в режим HTML. И сюда Ctrl-V вставлю этот блок. Единственное, что окошко сделаю поменьше. Здесь 960 на 768. Я сделаю 500 на 400. И опубликую его. Посмотрим, что получилось. Что-то ничего не получилось. Вот наше новое сообщение. Изменить. Мы вставили. Давайте название придумаем. Инфографика. Обновить. Посмотреть. Да, я, наверное, не обновил. Инфографика. Да, пост открылся. Запомнился. Ну и видео вставилось. Похоже, я его удалю. А сейчас попробуем проделать другую операцию. Теперь у нас здесь написано, что это копия. И мы можем сделать, например, видео. И мы можем сделать, например, видео. Видео в формате MP4. Получить на него ссылку. Это ссылка на Амазон. Это ссылка на Амазон. А можем открыть с Амазоном это видео. Этот вариант более выигрышный, потому что мы это видео сможем сохранить, но уже, конечно, не в формате HTML5, который позволяет устраивать в блок. А просто обычное видео, которое будет проигрываться вашим стандартным проигрывателем. После того, как у нас загрузится это видео, оно откроется в окошке браузера. Мы правой кнопкой нажмем на окошке проигрывателя и выберем сохранить на диске. И видео в формате MP4 у нас будет сохранено на диске. К сожалению, эта процедура долгая, поэтому я не буду сейчас ее делать.